За это служение слава Господу, братья и сестры, который дал нам Господь. Уже на следующий раз мы послушаем ту проповедь, закончим. Не любите мира не того, что в мире. Я говорил на следующий раз, но сейчас уже нет столько времени, чтобы мы об этом порассуждали. Я прочитаю другое место, еще написание. Это книга «Бытие», вторая глава, восьмой стих, такое слово. «И насадил Господь Бог рай в Едеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал». Детки, вы нашли то место? Нет? Это первая книга «Бытие», вторая глава, восьмой стих. А ну, откройте, пожалуйста, и прочитайте. «Насадил Господь Бог рай в Едеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал». Братья и сестры, родители, я хотел бы сегодня обратиться больше к вам. Мы к детям часто обращаемся таким словом за послушание, почитание или повиновение. Родителей своих, старших. А как мы? Родцы, матери, как мы? Господь дал первым людям, знаете, это прекрасное место, я так вдался в рассуждение, вот, в такое рассуждение вот этого поместа, этой местности. Господь сотворил человека, где он находился, тот человек, которому Господь сотворил. А я не знаю, где находился, и никто не знает, в каком-то месте на земле. А потом Господь посмотрел, что человеку нехорошо быть там, где он находится. И Господь рай насадил. После этого насадил рай Господь. И там, это прекрасное место. Сейчас это место, конечно, оно в песках все. Господь, это все, как можно сказать, ну, не знаю, почему, может, это так. Там из Едема выходила река, написано. Из Едема река выходила. И потом разделялась на четыре реки. Вы представьте, сколько воды там выходило с Едема, вот с этого места, который Господь сотворил. И там на четыре реки разделялась эта река. Это Фессон, Гихон, Хидекель и Ефрат. Четыре реки. В этом месте, которое Господь сделал для человека, вот такой дом или место жительства для человека. Господь там поместил самое лучшее золото. Написано там золото, как-то написано. Имя одной Фессон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. А золото той земли хорошее. Я, когда не знал вообще, золото как золото. Да многие наши не знают, старшие люди, какая-то разница в золоте. Говорят, это золото такой-то пробы, это золото такой-то пробы. Оказывается, разница есть. Да, и никакая-нибудь разница. И написано, золото той земли необыкновенное золото, хорошее золото. Да не только там золото. Там камни драгоценные. Там написано, там Далах и камень Аникс. Вот в этом месте Господь вот устроил дом такой, место жительства для человека. И где человек находился, я не знаю, написано. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемской, чтобы возделать его и хранить его. Я не хочу вдаваться в такие, знаю, размышления, но не знаю, где находился тот человек. Господь его взял и поместил в то место, которое для него приготовил. Я не знаю, где находился, а в каком месте. И думаю, да, вот это место, это прекрасное место. Потом Господь создал для человека жену. Привел ее к человеку. И человек сказал, вот эта кость от костей моих и плоти от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Человек вспоминал то время, где он жил, наверное, где находился. И там, в этом рае, не было столбов никаких, ограждающих тот рай. Можно было выходить. Человек доходит до предела, а там пустыня. Или там необделанная земля. Или там, знаете, как я был в тайге, вот когда был в Амурской области, был в тайге. И когда идешь в тайгу, посмотришь, это действительно, оттуда, как говорят, возврата нет. Как пошел, а заблудился, а все, человек пропал. Сколько людей в тайге, которые бы пропадали. И нас предупреждали, когда мы там были, что далеко не заходите. Вот до этой сопки можно зайти, а дальше не заходите. Потому что человек заблудится, и все. А там наше поселение было в тайге, где мы были. Там я там был в свое время больше года в этом месте, в Амурской области. А тайга красивая, самая красивая тайга. Но лес непроходимый, и звери. Это большие опасности. И вот человек доходит до этого продела. Смотрит, ага, кончился сад. А дальше не обделанная земля, а дальше пустыня. Я не знаю, что там было. Братья и сестры, человеку было прекрасно находиться. И Господь создал человека, чтобы он обделывал или возделывал тот сад, или то место, где Господь его поместил. И Господь дал одну только заповедь человеку. Одну только заповедь. Господь сказал, вот дерево будет посреди рая. Все ты можешь ходить, наслаждаться, есть, вкушать. К этому делу не приближайся, не дотрагивайся, это написано, не прикасайся и не вкушай. Одна заповедь за одно дерево. И первый человек нарушил эту заповедь. Я думаю, что не раз он был возле... А он хорошо знал, Адам, где это дерево и что за дерево. Может, приближаясь к тому, он обходил сначала, а потом начал ближе и ближе подходить, разглядеть, а что это за плоды, а что это за листья, а что это за дерево. Там и Ева, которую создал Господь для Адама, тоже подходила, туда смотрела и обратила внимание. Знание дает, глаза откроются, как боги будете. Братья и сестры, мы будем заканчивать служение, уже нет времени, но я хотел бы сегодня сказать к нам. Господь поместил нас в Церкви Господней. Господь дал нам Библию и Божье Слово. И Господь сказал нам, чтобы мы, находясь на земле, не переходили пределов, не шли туда, где Божье Слово не разрешает. И быть послушными Господу и Церкви. Почему я это хотел бы сказать, я попозже скажу, братья и сестры, что значит быть послушными. Когда я слышу сегодня выражение некоторых и проповедников, и людей, ну, мы будем, а что нам, мы вперед, все. Дорогой брат и сестра, это далеко не заведет. Вперед тогда, когда мы здоровы. Вперед тогда, когда мы обеспечены. А когда болезни, а когда немощь, тогда и вперед не пойдешь. И хочется, чтобы кто-то взял и понес к Иисусу, как этот расслабленный четырех человек имел, которые прокопали кровлю, спустили его. Или тот другой человек, который 38 лет лежал больной, говорит, я не имею человека, который бы помог мне. Братья и сестры, важно, родители, отцы и матери, сегодня нам послушание. Послушание Божьему Слову. Если Господь сказал послушаться, я когда смотрю, некоторые начинают доказывать там, а вот почему, а почему нельзя на похороне столько быть, а почему на свадьбе нельзя столько быть, а вот в Walmart столько людей. Друзья, мы, как христиане, должны быть послушными. И Божье Слово обращает на это внимание. Вот смотрите, Моисей сказал в субботу отдыхать, а человек вышел, может, мама послала, и начал дрова собирать. А что, не обратил внимания. Господь сказал через Иисуса Навина, уже через Иисуса Навина, что Ерихон город, ничего с него не брать. Все оно войдет в сокровищницу Господь. Оно, братья и сестры, мы не будем мешать слово проклятое и заклятое. Оно не проклятое, оно заклятое. Заклятое, это кому-то принадлежит. Первый город, Ерихон, все, что там есть, войдет в сокровищницу Господнюю. А хан, да, что там много чего говорят. Вот сегодня ты, дорогой брат, или я, сестра и брат, мы так сегодня можем говорить. А много чего говорят. А я буду делать то, что я считаю нужным, что мне нравится. Вот это поступать нельзя. И написано, а хан навел беду на все общество Господне. Господь отступил. А ему все равно. А говорят, I don't care. Ему все равно. И потом эта беда, которую он навел на все общество, вернулась к нему. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы были послушными. Не послушные в Царство Божие не войдет. Дорогой отец, дорогая мать, мы хотим, чтобы дети нам слушали, нам были послушны, нас слушали. Мы хотим. А мы послушны, Церкви, Божьему Слову. Мы часто требуем от наших детей, от наших сыновей и дочерей послушания. Ты обязан, ты должна, ты должен. Ты должен с первого слова, с первого раза. А мы? Если Господь говорит, вот так нам поступать в нашей жизни. Братья и сестры, я сижу и думаю, слово, оно касается меня, неправедные Царства Божьи не наследуют. я борюсь со своими словами, своими устами или нет? Мы уже не обращаем на то внимание. Это Божье Слово говорит. Никто преданный мерзости и лжи не войдет в Царство Божие. Это Божье Слово. Мы можем упрекать сейчас Адама, Еву, за то, что они не послушались и много проповедей на эту тему. А ни разу не послушались. Потерпели не только они, а все люди, которые живут до этой поры на земле. Их не потомство. А мы? В нашей жизни, если Слово Божье говорит, вот так нам ходить, вот так одеваться, вот так говорить. А как мы, дорогие братья и сестры, в нашей жизни? Послушны ли Божьему Слову? Исполняем ли Божье Слово и Божью волю? Господь поместил нас в этой стране, дорогой отец, дорогая мать. Господь дал тебе работу, дал тебе хлеб на твой стол, дал пищу, дал кровь. Слушайся Божьего Слова. Иначе выйдешь из рая и пойдешь туда, где сухая земля, где нет воды. И раньше вокруг рая не было предела, не было забора, не было бордер, не было границы. А потом стало. Господь послал ангела Своего и меч вращающийся, который охранял путь к этому хорошему месту. И некоторые братья и сестры маловажно считают это благословение, которое дал Господь. Все есть, да еще больше. Все есть, да еще с неправдой, да еще с мерзостью, да еще злом. Дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра, бодрствуй, или иначе Господь укажет тебе место уже не в рае, а место в сухой земле. И Божье Слово говорит, в поте лица твоего будешь зарабатывать деньги, чтобы только прокормить себя и семью. Сегодня не хочешь служить Господу, завтра будешь плакать, но уже не возвратишься в то место, где-то раньше был. Где вы раньше были. И посему послушание Божьему Слову, повиновение Божьему Слову, это важно. И как мы желаем, чтобы дети нам повиновались, так обязаны повиноваться Господу и Его Слову. И не считать себя сильно мудрыми, сильно разумными. и а я не буду обращать внимания. Кто-то говорит, предупреждает, просит, но а мне все равно. А потом, когда пришла беда, все виноваты, все виноваты. Я хочу тяжело сказать, когда человек не слушается, когда употребляет спиртное, когда ходит полунага и Господь начинает наказывать за то положение, потому что Господь говорит, этого не надо делать. А потом человек говорит, помолитесь, церковь, помолитесь, потому что у меня проблема. А Господь наказание послал. И ты должен пронести это наказание, может, даже до самой смерти будешь нести это наказание. А потом говорит, о, нету, слабая церковь, слабая молитва, дорогой брат, слабый христианин, покайся, и тогда, может быть, признай свою вину, и тогда, может, Господь отвратит то зло. Я однажды говорил, Господь послал змей А почему? Они говорили против Господа, против Моисея. А если бы дальше говорили? Дальше говорили, что за Моисей, а что за Господь? Но они нашли причину. Они покаялись, говорили, мы виноваты. Мы говорили против Господа, а теперь помолись. Когда признали свою вину, тогда пришла помощь. Дорогой отец, дорогая мать, я хотел бы, чтобы мы были послушны Божьему Слову. И не делали проблем себе, и своим детям, и своим потомством. Да поможет в этом Господь. А сейчас клоним колени, помолимся. Аминь.